Всем привет! С вами Ирина и сегодня у нас видео из рубрики выходной с вышивкой. Я немножко сменила место своей дислокации, потому что у нас сейчас наступило такое время года, когда темно всегда. Утром, днем, вечером. Ощущение, что всегда либо ночь, либо раннее утро, либо поздний вечер. Дня не бывает, солнышко у нас выглядывает очень редко, поэтому я решила сесть напротив окна, напротив света, чтобы меня хоть как-то было видно. Сегодня мы немножко поговорим о рамах и пяльцах, а также я вам покажу свои рукодельные подарки. И если вам интересно, то предлагаю начать. И первую тему, которую я хочу затронуть, это рамки и пяльцы. Я вышиваю все время на пяльцах, но я начала задумываться о том, что на пяльцах вышивать не очень удобно, тогда, когда начала вышивать русалку Ренессанса от Миробилия. Во-первых, размер ткани очень большой. Сейчас я покажу, как выглядело это ранее. То есть я вышивала русалку Ренессанса на пяльцах, на деревянных пяльцах, кстати, вот они, Нурге. И так как был большой там размер ткани, то я канцелярским такими большими скрепками канву подкрепляла к пяльцам, вот сюда держать. Но, знаете, это лен, и он мнется. И я видела, что он мнется, и мне это очень не нравилось. А куски ткани были очень большие сюда подкреплены. И я много-много раз задумывалась о том, что мне нужна рама. Ну, у меня, в принципе, такая рама была. Я однажды уже говорила в своих видео на заре своей вышивальной карьеры. Я купила в магазине рукоделов тогда еще раму гамовскую, достаточно такого большого размера. И у меня не получилось запялить. Но я пыталась много раз. Я смотрела видео на ютубе. У меня не получалось запялить туда основу. И, в принципе, не только этот сюжет. Я как-то хотела туда запялить свои тюльпаны. Ничего не получалось. Станка у меня нет, да, но рама есть. Но все-таки все равно можно было как-то приспособиться. И вышивать большие работы на ней удобнее. И тут я все-таки созрела и решила попробовать натянуть на раму свою русалку еще раз. Бог знает, какой раз я уже пыталась натянуть что-то на эту раму. И вот, что у меня получилось. Да, я натянула эту русалочку на свою раму. И натянула я ее по видео Таисии Дягилевой. Вроде бы фамилию правильно сказала. Таисия, она достаточно известный блогер рукодельный. И она очень все понятно рассказала. Очень все оказалось легко и просто. И, как видите, основу я запялила. Несмотря на то, что размер работы самой больше, чем рама. Я, правда, тут немножко подвернула, но все равно нет. Ссылку на видео Таисии я оставлю в описании под видео. Вдруг у кого-то такая же проблема, как у меня. Кто-то, может быть, не может запялить работу в раму. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Видео очень понятное. Работу я запялила. И так как у меня нет ни боковых натяжек. В принципе, боковая натяжка сюда бы не подошла. Потому что работа еле-еле вписывается в саму раму. Я натянула нитками. Не знаю. В принципе, натяжка вполне такая нормальная. Вышивать можно. Но я не могу сказать, что у меня на моих деревянных пяльцах была натяжка намного лучше. Поэтому теперь я спокойно могу вышивать русалку. Спокойно могу перекручивать работу. Крутить, ничего не снимая. Я очень довольна. Очень рада и очень счастлива. И теперь она стоит. Она занимает теперь очень много места. И я ее теперь вижу. И в принципе, можно вышивать ее дальше. Поэтому вот такая вот радость у меня случилась. Я сама смогла. И всегда очень приятно, что если что-то у тебя долго не получалось, вдруг получилось. Вот, замечательное событие. И знаете, теперь я задумываюсь о покупке станка. Диванного станка, потому что раньше я отказывалась от станков, так как говорила, что я не умею запяливать работу в рамы. А так как теперь я научилась это сделать, я сделала это несколько раз. Один раз я сначала просто попробовала, потом отгладила работу, потому что она была очень мятая из-за этих сожимов на пяльцах. И теперь я хочу диванный станок. Надо теперь загадывать желание. На Новый год вряд ли. Буду копить на диванный станочек. И может быть накоплю. То, что касается рамы. Да, у меня нет станка. Но я так как всегда вышиваю на диване, я спокойненько приспосабливаюсь. Как можно вышивать на такой раме. Я зажимаю раму между ногами и животом. И спокойно вышиваю. Так что все в порядке. Все у меня получилось. И да, теперь номер один. И так как я умею теперь пользоваться рамой, я теперь хочу натяжки заказать себе, чтобы они были. Так как я планирую еще сюда запяливать другие работы. Я обязательно теперь буду пользоваться этой рамой помимо русалки. Но пока что рама будет занята именно русалкой. И когда я ее отошью, я не знаю, делать точные прогнозы я не буду. Но пока будет вышиваться. И теперь у меня нет боязни о том, как же я буду пришивать бисер. Я теперь знаю, как я буду пришивать бисер. И теперь моя душа не болит по тому факту, что у меня мнется основа. Я не смотрю на эту основу со слезами на глазах. Я теперь радостная, довольная тем, что у меня работа на раме. Это главная новость. Что еще хотела сказать по поводу пялец нурге. Именно деревянных пялец нурге я очень часто слышу вопросы девочек по поводу того, как же они держат. Вот я вам хочу рассказать. Не помню, говорила я уже или нет. У меня было видео о том, где я рассказывала о своих пяльцах. Но прошло уже достаточно много времени. И могу сказать вам вот что. Я покупала эти пяльца в масс-маркете. То есть это даже был не рукодельный магазин. Я даже не знала, что я покупаю пяльца нурге. Вот это вот пяльца нурге номер 7. Размер у него достаточно большой. Вот видите, мое лицо помещается. В принципе, где-то 28 сантиметров. Есть у меня еще деревянные пяльца поменьше. Я купила какие-то из них. Не помню, какие. Мне они очень понравились. Мне очень понравилось, как они держат основу. Я была просто в восторге. Пошла купила другие. Пяльца не дешевые. Пяльца стоили тогда еще, в те времена, года 2-3 назад, в районе 400 рублей. Сами понимаете, что удовольствие такое не дешевое. Я очень долго фанатела от этих пялиц. Во-первых, они большие. Я люблю вышивать большие работы. И не люблю часто переставлять пяльца. Во-вторых, они держали основу очень хорошо. Я просто восторгалась. Но что случилось потом? В принципе, как и понятно, дерево, оно рассыхается. И теперь они не так держат основу. Постоянно приходится подкручивать и подтягивать. Сейчас, чтобы вы понимали, у меня пяльца закручены полностью. То есть мне некуда больше крутить. Во всяком случае, сил моих не хватает. Если только надо брать отвертку и закручивать. И пяльца, они у меня постоянно норовят выскочить. Вот здесь вот есть щель такая существенная. То есть они неровно прилегают друг к другу. Поэтому я не в большом восторге сейчас нахожусь от этих пяльц. Они удобны для больших работ. Но, наверное, для таких не как для льна, например. А для таких как основа, например, димовская канва. Они держат более-менее димовскую канву. Но подтягивать приходится все равно. Например, мои обычные пластмассовые пяльцы. Которые я также покупала в обычных масс-маркетах, да и в рукодельных магазинах. Даже где не было этикетки, что это за фирма. Просто на них налеплен ценник. Я, в принципе, им довольно больше, чем вот этими пяльцами. И вообще, я сейчас вышиваю все на пластмассовых пяльцах. Они мне нравятся больше. Они держат даже димовскую канву. Пластмассовые пяльцы это более дешевый вариант. И чем не хуже, чем, например, деревянные пяльцы на руке. По поводу самозапяливающих. Они мне нравятся до сих пор. Но они для меня маловаты. Потому что у них самый большой размер это 19,5 см. И так как я вышиваю большие работы, мне очень неудобно. На они маленькая поверхность, на которой я могу вышивать. Поэтому пока что мое сердце полностью отдано пластмассовым пяльцам. Но про эти пяльцы я рассказала, потому что меня часто спрашивают. И вообще, в принципе, я часто слышу вопросы про эти самые пяльцы. И на закуску, так сказать, я хотела вам показать свои подарки. 15 ноября у меня день рождения. И в связи с тем, что мои друзья, знакомые, мама знают о том, что я вышиваю. Знают о том, что я рукодельничаю. Мне дарят, соответственно, и рукодельные подарки. И вот на эти самые рукодельные подарки я вам предлагаю посмотреть. Сейчас на экране вы видите то, что мне подарили относящиеся к вышивке. И первый подарок это куснапы. Я их давно хотела, но боялась, что мне не понравится. И пусть они не такие уж и дорогие, но мне не хотелось тратить на них деньги. Я, опять-таки, из-за боязни того, что мне может не понравиться. А вот в качестве подарка уже не страшно. В подарок это уже совсем другое. Буду пробовать, буду смотреть. Наверное, не сейчас, надену на них какую-нибудь новую работу. Но так как я в этом году ничего не начинаю, то это будет в следующем. И обязательно вам расскажу о своих впечатлениях от этих куснапах. И следующий, это, как вы видите, набор от панны. И это моя любовь с формулой рукоделия. И это у нас акварельный букет. Я очень довольна, что он у меня есть. И вообще я никогда не держала. И у меня никогда не было наборов от панны золотой серии. И поэтому я предлагаю вам посмотреть этот наборчик изнутри. Давайте. Что мне нравится в этом наборе сразу, это то, что он открывается как папка. Ой, громко. И можно оттуда все спокойненько вытащить. Так, давайте вытащим. Папочку отложим. Так. И давайте смотреть. Куснапы тоже уберу, чтобы не мешали. Нитки. Красивые акварельные нитки. Припыленные такие. Две планшетки. Видите, они так их панны складывают. Но в принципе планшетки такие же, как и всегда у панны. Ничего нового. То есть панна такие планшетки уже делает. Я вышивала один, два набора от панны вышила. И один вот сейчас у меня как бы в процессе. Но как бы не совсем в процессе. Это чертополох. И там такие же планшетки. Дальше. У нас идет канва. Канва с обработанными краями. Я впервые встречаю в наборах каких-либо. Что отечественных производителей, что не отечественных. Канву с обработанными краями. Кусок канвы достаточно небольшой. Такой вот вполне нормальный размерчик. Не такой, как в солнечном дне Атриолис. Поэтому нормально. Канва. Сейчас давайте мы достанем обложку из-под низа. И посмотрим. Канва у нас. Какого каунта здесь написано? Здесь не написано. Я не вижу. Может быть там дальше. Потом посмотрим. Я не вижу. Вы видите? Я не вижу. Я вижу размер. Вижу написано набор для вышивания. Но мне кажется 16-й каунт. Поэтому я бы наверное все-таки в данном букете заменила основу на равномерку. Но не знаю. Посмотрим. Я подумаю еще над этим. Итак. Здесь лежит схема. Отдельно схема в крестиках. И отдельно схема для бэкстича. Ничего себе. Схема для бэкстича в двух частях. И схема символьная в двух частях. На формате листов А3. Ничего себе. Впечатляет, да? Размеры работы. Где же у нас находится ключ? На схеме или отдельно? Ключ к схеме находится отдельно. Что вполне удобно. Ну конечно с такими размерами схемы ключ должен находиться отдельно. Вот такой вот набор у меня теперь есть. Очень его хочется начать. Но я кремень. И я в этом году больше ничего не начинаю. Что будет в следующем, покажет время. Планировать ничего не буду. После этого дня рождения пополнились не только мои запасы наборов, но и запасы схем. Наташа Кевке подарила мне схему, о которой я давно мечтала. Это схема Екатерины Волковой Герань. Одна из наших псковских рукодельниц вышивала ее. И я видела отшив данной работы. После чего я еще больше влюбилась в данный сюжет. Но вот он все еще никак не был в моих запасах. Я уже благодарила Наташу лично. Ну и в этом видео я тоже хочу ее поблагодарить. И сказать ей большое спасибо за то, что она сделала мне такой подарок. Мне очень приятно его было получить. На сегодня это все. Я все, что хотела вам показать и рассказать, я показала и рассказала. Надеюсь, что этот выходной с вышивкой вам понравился ничуть не меньше, чем предыдущий. Ну а на этом все, мои хорошие. Я вам желаю легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока.